Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами в реальной студии, которая находится на конференции DevOps ConfRussia 2018, находится целая куча подкастеров, прям вообще совершенно замечательно, мы здесь устроились после второй день, кстати, конференции, и с вами я, с вами я, голодный из города Иркутска, да, КС Даймон из Москвы, и я Иван из Девзена, ну да, Иван всегда отличается тем, что он из Девзена, вообще неважно из какого города, просто из Девзена, да. И, соответственно, с нами, да, Егор, вот я даже знаю, вот это сложно представить, потому что с одной стороны ты спикер на этой конференции, с другой стороны ты, в общем-то, подкастер, автор книг и девелопер, я даже не знаю, а, да, еще кофаундер разных проектов. С инвестор. С инвестор, блин, тут просто целая огромная куча всего, давай начнем с конференции, ты сегодня пришел и выступил с докладом на конференции DevOps ConfRussia 2018, а тема твоего выступления, она связана очень сильно с качеством кода. Расскажи немножко в двух словах, зачем вообще ты пришел выступать про качество кода именно на конференции, ну, где, ну, в чем счет? Нет, давай начальниче добавим для тех, кто вдруг не знает, что, в принципе, такое проекционное название, что пишите больше. А, пишите больше, да, да. Самое главное, не заботьтесь о качестве. Не заботьтесь о качестве, да, причем рассказывать админам, которые это все держат, так сказать, на своих плечах, потому что, как бы, здесь, ну, у них очевидный конфликт. Чем более мусорный код они получают, чем хуже проекты держать, они же за это получают, так сказать, ай-ай-ай, а-та-та. Ты знаешь, я не первый раз говорю на конференциях, может, я еще раз скажу такую провокационную мысль, я не знаю, может, она не понравится тем, кто пригласил меня на конференцию, но я воспринимаю конференции, мне все равно где выступать, и все равно, как называется конференция, я воспринимаю конференцию как площадку для создания цифрового контента. Я выступаю для того, чтобы рассказать, для того, чтобы из моих мыслей сделать какую-то цифровую, цифровой артефакт, видео, видеозапись. Для меня эта видеозапись значительно ценнее, чем эта аудитория, чем эта комната, чем эта конференция, чем эти кофебрейки, чем вот это общение даже. Почему? Для меня, потому что у меня просмотров и прослушиваний на видеоконтент в 10 раз, а то иногда в 50 или в 100 раз больше, чем реально людей в аудитории. То есть, я вот сегодня выступал, у меня было, начали мы, наверное, человек там было, может быть, 50 в аудитории, закончили мы, может быть, человек 100, они подошли. Но что такое 100 человек? Я сейчас выложу это видео в онлайн, на своем YouTube-канале. У меня к концу недели будет 400 просмотров. 400. А к концу месяца у меня будет там 1000 просмотров, а через год у меня там будет 3000 просмотров. То есть, сравните цифру 3000 и там 60 человек в аудитории. Ну, что для меня важнее? То есть, какая мне разница, кто, ну, грубо говоря, я, может быть, говорю сейчас не очень приятные слова тем, кто пришел на конференцию и заплатил за билет. Но какая мне разница, кто сидит в аудитории, по большому счету? Мне эти люди нужны исключительно как, как сказать, как поставщики обратной связи во время разговора. Я не могу то же самое наговорить перед зеркалом. Я не могу встать перед зеркалом и рассказать часовой доклад. Ну, я делаю вебинары, но это не так интересно, не получается. Драйв должен быть. Нет драйва, нет волнения. Нет обратной связи. Нет обратной связи. Ну, кому я говорю? Здесь люди кивают. Я спрашиваю аудиторию, кто здесь кто, кто программист, кто что чувствует. Поднимите руки. Я делаю какой-то цифровой контент. Понимаешь? И конференция мне нужна исключительно с одной целью. Организовать так меня, чтобы я был настолько мотивированный, чтобы у меня хорошо получилось. А мобилизация тебе нужна? Да, мобилизация. Мне для этого нужна хорошая комната, хорошие люди, хорошие слушатели, хороший кофебрейк, хорошие, может быть, какие-то организаторы. Но это все сопровождение для создания контента. Вот и все. И оно совпадает только на конференциях. Ну, получается, если хорошая конференция, получается хороший контент. Вот так. Вот если ты приходишь на конференцию, а там мало людей. Ты приходишь на конференцию, а там мало людей. Или ты приходишь, а организаторы вообще неизвестно где. Или кофебрейк невкусный. Или там чай не такого цвета. Или люди не те. Да, или люди не те. А то у тебя получается некачественный контент Ты не готовишься к нему, ты не волнуешься, ты не стараешься Соответственно, у тебя опускаются руки И ты делаешь что-то неинтересное Поэтому конференция, чем она качественнее Тем лучше я сделаю то, что нужно моим слушателям онлайн Тут опять же аудитория должна в любом случае быть в твоей Не обязательно они должны быть именно программисты Но хотя бы технически именно в той области Потому что не можешь прийти на конференцию Дантистов И рассказать им, ребята, вот у нас тут пишите код Это то же самое, что перед зеркалом Согласен Обратная связь, она как раз создает Обогащает, по сути, это выступление Безусловно, я это тоже говорил Очень важно, если организаторы готовят аудиторию под меня Под спикером, под каждого спикера Мне удобнее всего, если я прихожу в аудиторию Я был недавно на митапе в Яндекс-офисе Моздроид называется митап у них И я на старте перед общением сказал Там было человек, наверное, 200-250 в комнате Большой зал такой Я говорю, кто знает меня? Ну, кто пришел сюда служить? И там 40% подняли руки У меня сразу воодушевление Я понимаю, что люди пришли, понимая, кто я Что я им буду говорить Мне сразу хочется рассказывать А если я приезжаю, бывает Я был, допустим, в Бостоне сейчас на конференции Я только прилетел оттуда И там было тоже человек 200 в аудитории И я говорю, кто там читал мои книги Или видел мои проекты И тишина в зале То есть я понимаю, что Мне надо заново все делать Мне нужно выстраивать Подготовить отношения с аудиторией У меня уже все выстроили с нуля И, конечно, мне тяжело У меня опускаются руки Но меня никто не знает Может, я вообще не туда зашел Может, действительно, дантисты передо мной Перепутали То есть как так, да Я стараюсь Уже три года пишу эти книжки Делаю эти опенсорс проекты Уже 10 лет подряд Ну там сколько И меня не знает ни один человек В IT-аудитории Там тоже DevOps-конференция была Но у меня немножко было Ну не то, что... Ты по DevOps-конференциям сейчас бомбишь Ты знаешь, их стало больше Почему-то их стало больше DevOps Days, во-первых, очень развивается сейчас Сейчас куда ни кинь, везде DevOps Days По-моему В каждом городе везде DevOps Days То ли это франшиза такая популярная То ли почему Ну вот в Бостоне я был на DevOps Days Сейчас будет Варшава, DevOps Days Осло, DevOps Days Вот я по ним Москва, по-моему, тоже DevOps Days Ну, в общем, это почему-то популярно Я не знаю Но я не делю сейчас Ты понимаешь, в этом DevOps-е Есть же там и Dev-часть Я вот сегодня спрашивал у ребят Кто из вас девелоперы Кто программисты И половина поднимает руки Ну, поэтому... Ну давай вернемся немножечко Как бы к твоему докладу Хотя мы отдельно потом про книги поговорим Потому что мне кажется Это тоже интересная тема Учитывая, что Первую твою книгу я читал С большим удовольствием Прямо это... Ну, вернемся к этому позже Вот твой доклад Он немножечко провокационный И с той точки зрения Но как бы с той точки зрения Что ты предлагаешь людям Программистам Как можно больше писать кода И не обращать внимания На некоторые там правила, условно говоря А с одной стороны С другой стороны Ты говоришь, ребята Нужно построить систему Которая бы не позволяла Ну, всякой фигне Пролезать внутрь центрального репозитория Ну, я вот и сравнил Я на докладе этого не сделал Я бы такую метафору Здесь бы использовал Представь себе Что мы имеем улицы По которым ездят автомобили И у нас совершенно нет Правил дорожного движения Но мы просим водителей Пожалуйста, будьте аккуратны Ездите, пожалуйста, хорошо Не сбивайте пешеходов Соблюдайте... Не говорим, соблюдайте правила А говорим, потому что правил у нас нет А мы говорим, будьте взаимовежливы Будьте внимательны Не сбивайте никого Не попадайте в аварии Это первая ситуация Представь себе ощущение Этих водителей в этой ситуации Они боятся выйти на улицу Они будут бояться сесть за руль Потому что ты не знаешь Когда ты собьешь следующего пешехода Нет же правил Нет пешеходных переходов Нет светофоров Улиц даже нет Все ездят как угодно Тротуаров нет, улиц Каждый передвигается как может А пойдем возьмем другую ситуацию В которой мы говорим Двигайтесь как хотите Вот как вам угодно Но только в рамках правила Правила у нас очень жесткие Здесь у нас пешеходный переход Здесь у нас светофор Здесь главная дорога Старостепенная Жесткие правила Людям легче Он понимает Что если он на главной Он едет спокойно Если ограничение скорости 60 Он едет 59 И он не думает о том Ехать ему Может быть я слишком быстро еду А может быть нет Ему не нужно думать Он меньше Его мозг расслабленнее Он свободнее себя чувствует Меньше стресса В итоге вся экосистема выигрывает То же самое я предлагаю программистам Не нужно программистов делать ответственным За качество на каждом повороте Не нужно делать из них Из них как бы сказать Борцов Борцов за всеобщее качество Понимаешь Как это часто делается Когда менеджмент говорит Ребята Мы все должны бороться за качество Наш продукт должен быть супер качественный Не понимая Не давая при этом никаких правил Не объясняя Что именно это Где нам ехать 60 А где ехать 40 Я предлагаю совершенно другое Я предлагаю оставить программиста в покое И сказать Делайте вот как вы хотите Но У нас есть совершенно жесткий Четкий набор правил Через которые вы переступить Даже технически не сможете Вы не сможете поехать 65 У нас будет всегда 60 Вот в этой точке И программистам будет легче Он будет приходить на работу И уходить с работы Вне стресса Его ничего не напрягает Он не знает Что если он что-то и поломал То его правила поймает Его отбросит система Его поймают за руку Технические средства Не ну в конечном итоге То он все равно Осознав и понимая Какие правила есть Это ну скажем так Будь не явно Но по факту То есть оно Заставляет его думать о качестве Просто чуть-чуть Ты это интерпретируешь Да Только он не будет Да Только он не будет думать широко Он не будет волноваться Насчет качеств Он будет просто знать Что есть определенные границы качества Определенные правила В рамках которых Он должен существовать И все Если этих правил нет Я часто такое встречаю Во многих компаниях Правил просто нет Есть просто общее Такое стремление Делать качественный код Кто-то так его умеет делать Кто-то пошел на конференцию Послушал Пришел Говорит Теперь мы будем делать так Кто-то услышал Такие инструменты Кто-то стал программировать В таком формате Кто-то такие дизайн паттерны Использует Полная каша И все стараются быть качественными У всех один общий стресс Такой непроходящий Даже на выходных Я предлагаю этот стресс снять Я предлагаю сказать У нас все правила Все правила Касающиеся качества Прописаны Вот в этом вот Наборе инструментов Которые вас за руку поймают Если вы будете его нарушать Все Нарушайте Будьте свободны Чувствуйте себя расслаблены Вот я за это И тогда скорость увеличится Почему я в докладе сравнил Скорость и качество Потому что Если качество Мы положим Волнение за качество Будет вопросом Продукта А не программистов Вопросом архитектора Вопросом инфраструктуры То тогда у программистов Останется другой вопрос Скорость Быстрее Делай быстрее Чем быстрее программируешь Тем мы больше тобой довольны То есть нужно Обращаясь к менеджменту Я бы сказал Что программистов Нужно оценивать Не по качеству их кода А потому С какой скоростью У них получается Пробиться Сквозь правила качества Качество кода Гарантирует система Вы не сделаете хуже Не надо программистов Трогать насчет качества Они не сделают хуже Чем требует система Теперь давайте смотреть С какой скоростью Они могут Приносить нам эти Деливерить нам эти пакеты С кодом Один программист Может два в день Другой может два в неделю Вот это два разных программиста Один хороший Другой плохой Ну то есть как бы Поменять Вот это кстати История про Ты в своем докладе FDD схему расписывал, да, и мне очень понравилась вот эта вот некоторая аллюзия на вот этот цикл жизни программиста в любой компании практически, потому что я вот после этого выступления какое-то время сидел, думал, а как вообще вот, есть ли другие циклы в тех компаниях, в которых я работал? Я понял, что на самом деле вот нет, они почти во всех компаниях, в которых я работал они в принципе почти так устроены ну где-то они мягче сделаны, где-то и вообще в целом вот этот круг я думаю, про него тебе нужно отдельно рассказать, чтобы наши подсушители были в курсе про то, как мы сначала нанимаем людей и мы предлагаем вот нанять человека, а потом мы вот запускаем вот этот бесконечный маховик вот этот стандартный путь и что ты предлагаешь вместо этого стандартного пути? Могу рассказать? Ну конечно, стандартный путь, я вот в докладе был такой слайд, я его сам придумал так я его понимаю сначала менеджмент ожидает, что нужно нанять хороших программистов, которые пишут без багов потом этих программистов нужно потренировать еще, чтобы они еще меньше багов делали потом нужно их замотивировать на то, чтобы они писали код без ошибок потом если не получается замотивировать нужно их напугать сделать так, чтобы они отвечали за свой результат, вот это слово отвечали, ответственность категорически, на мой взгляд равняется слову пугать потому что отвечать за баг это все равно что ну то есть это единственный способ не сделать баг это не писать код поэтому если я ответственный за баги то я просто не буду писать код мне это легче всего зачем мне зачем мне найти на риск если я понимаю, что я буду отвечать за баги в конце концов если мы не напугали достаточно мы его увольняем если он все равно продолжает писать делать ошибки это типичная ситуация упал продакшн меня уволят я там что-то поломал базу данных сломали что-то там бэкап не сделался меня уволят Это такая вот типичная фраза, когда программист боится, что его уволят за баг в продакт, за какие-то баги, которые он сделал. Ну и дальше мы возвращаемся на пункт номер один. Опять нужно нанимать новых, тех, которые лучше предыдущих, потому что... Как бы, да. Как бы, да. Вот это, кстати, тоже интересная тема. Я никогда о ней не задумывался, после того выступления мне оно как-то в голову попало, что и хорошие программисты, и плохие в принципе в среднем делают какое-то почти одинаковое количество ошибок. Да. Я почему-то не думал, что есть какие-то исследования, которые подтверждают или опровергают эту историю. По твоему опыту как? Ну, во-первых, я скажу тебе, что вот в моей книжке последней, немножко порекламируюсь, которая вышла летом, Code Ahead. Там ссылочку, короче, она на английском языке, есть ссылочку на Amazon, где можно приобрести книгу, обязательно положим в шоу-ноут. Да, и там есть квоут исследования, в котором цифра, я не ошибусь, по-моему, три или четыре, какое-то количество багов на тысячу строк кода или на сто строк кода, что это такое. То есть, есть какое-то количество строк кода. Метрика некая. Метрика некая, да. Но это старая статья, ей лет 20. Я не знаю, какие сейчас метрики, тогда были немножко другие языки программирования, сейчас, наверное, немножко поменялось. Но все равно там было показано, что хороший ты, плохой, какой бы ты особо ни был, зависит только от языка программирования. В Java это будет такое количество багов, в Ruby это будет такое, просто языки более компактные, менее компактные. Ну да, у тебя разная выразительная способность языка, естественно. Да, но мы все равно делаем определенное количество багов. И я думаю, у меня даже статья есть на блоге про это, трехлетней давности. Я там говорил, что мне кажется, что программисты, чем они профессиональнее, чем они старше по времени работы в языке, программирование, тем они делают, тем их баги становятся все более, они делают все меньше багов архитектурных и все больше багов косметических. Так мне кажется. То есть, у них такое, они пренебрежительнее становятся относительно. А ты знаешь, мне кажется, это где-то, ну мне кажется, это вот вполне логично, естественно. Потому что вначале, когда ты ничего не знаешь, ты пытаешься, ну ты просто не знаешь архитектурных проблем, ты еще неопытный, да, не можешь их решать. Ты концентрируешься на чем? Так, как назвать буковку? Как назвать переменную? Ну, потому что это то, что тебе понятно, да. В процессе взросления, набирания опыта, ты как бы уже начинаешь более смотреть на вещи широко, решать более сложные архитектурные задачи. И потихонечку, конечно, у тебя глаз замысл, ты просто на автопилоте уже пишешь. И ты, да, действительно можешь где-то ошибиться, это вот, ну, мне кажется, такое естественное, собственно. Ну, тут надо еще добавить к этому, ко всему историю, что пока ты неопытный программист, ты, скорее всего, берешь очень, ну, простые таски. Ну, то есть, простые таски. Ну, тебе сложные ты просто не сможешь решить, да, понятно. Ты прямо наступить-то на граблю не можешь, более того, у тебя, скорее всего, там где-то кто-то еще ревьюет, потому что ты молодой программист. А матерого волка, он, естественно, берет тяжелые таски, более сложные, и они, как правило, как раз их основные-то проблемы в архитектуре. И он сконцентрирован на этом, и в эту сторону как бы сильно думает, и, соответственно, пытается сделать, потому что за ним идут молодняк, который не должен на это наступать. И его никто не ревьюет, ему тоже как бы в этом смысле сложнее. Возможно, что вот сочетание вот этих двух факторов тоже может влиять на то, что, да, в целом постоянная какая-то величина вот этих баги в языке. Вполне возможно, кстати. Вот. Но цикл ты до конца не раскрыл. Ну, вот этот цикл, я думаю, что называется, я бы, мне больше всего нравится фраза, или как это, title, fear-driven development. То есть, девелопмент, который страхом управляется. Мы боимся внести изменения, мы боимся поломать, и этот страх нам, он у нас изнутри идет, потому что нас обвиняют в ошибках наши коллеги. Никто не хочет работать в проекте, который постоянно ломается. Естественно, я, если я программист, я там со мной три других программиста, то я буду, естественно, от вас, если у нас такая культура в команде, то от вас слышать какие-то упреки, если я буду ломать что-то периодически. И вам не хочется, чтобы мы падали постоянно в продакшене, поэтому, если я ломаю, я буду виноват. Это первое. А второй менеджмент, который над нами, он тоже будет искать виноватого автоматически. Менеджменту нужно принимать какие-то управленческие решения, ему нужно кого-то нанимать, кого-то увольнять, какой бы это модель бизнеса не была, но все равно менеджеру нужно понимать, кто из нас плохой, кто хороший. Какие метрики у них в руках у менеджера? Ну вот метрики такие, кто чаще ломает, кто чаще делает ошибки, у кого больше проблем возникает от его кода. Естественно, будут на меня шишки сыпаться, если я тот самый источник этих багов. Поэтому появляется страх. Появляется страх что-то поломать. Я не хотел бы, чтобы на меня, меня блэмили. Или вот, допустим, даже есть такая история, тоже на докладе не рассказывал, классическая, когда, по-моему, это было в Майкрософте, когда у них тот, кто поломал билд, должен был там на следующий день носить какую-то шапку в офис определенную. Ну, это, конечно, да. Это, по-моему, классическая история. То есть, я поломал. Шейминг такой. Ну, да, такой шейминг идет, да. Блейминг, шейминг классический. То есть, что я буду делать после этого? Я не буду трогать ваш билд вообще. Я буду стараться как можно меньше писать кода. Ну, зачем мне на риск идти? Я не хочу в этой шапке ходить. Пускай это смешно. Но я же понимаю, что если я буду носить эту шапку целый месяц, меня, скорее всего, уволят на следующий месяц. Потому что будет понятно, кто ходил в шапке. Да и психологически просто очень много моментов. Ну, да. Ну, зачем мне идти? Это все равно как зачем мне идти в атаку? Ну, зачем мне идти в разведку? Если я возвращаюсь из разведки, знаю, что накажут того, кто там чего-то не сделал. Ну, я буду не рисковать. Я буду оставаться в тылу. Зачем мне идти на этот риск? Так и здесь. Поэтому эта система шейминга, она приводит только к одному. Страх возникает у людей. И они стараются делать поменьше, пореже. Поменьше изменений. Реже трогать код. Реже трогать, знаешь, как эта фраза, что если работает, то не трогай. Ну, вот мы так и работаем. Это же то же самое. Да. Зачем нам рефакторить? Я не хочу рефакторить. Я открываю код, вижу там проблемы, и я понимаю, что мне нужно исправить строчку номер три. И я понимаю, что нужно не просто строчку исправить, а рефакторить бы. Здесь месс какой-то написано. Я не буду этого делать. Я исправлю третью строчку, закрою, помолюсь, и пусть она уйдет в продажу. Не трогайте меня. Ну, так это будет. Чтобы этого не происходило, этот fear-driven development. Люди просто начинают работать медленно. Начинают вместо работы стараться не работать. И под этот порочный круг не разорвать. Если мы, если наша философия, если наш менталитет строится вокруг идеи о том, что в багах виноваты программисты. Я считаю, что это... А решение, которое я предлагаю, это сделать так, чтобы программист в багах не был виноват. В баге виновата система, которая приняла этот код от программиста. Если мы приняли твой код, если мы его приняли, если мы согласились с твоим pull request, то дальше после этого с тебя снимаются все вообще, все ставки, как это сказать, все закрывается. Мы тебя больше... Мы даже не хотим знать, чей это был pull request. Как только мы приняли от тебя код, и он прошел все наши этапы проверки качества, после этого мы забываем, чей это был код. Вот так правильно. Так мы работаем. Так в ZeroCraft мы работаем. Если там что-то случилось, система упала, это все проблемы кода, проблемы репозитория. Мы, безусловно, подумаем, почему это случилось. Мы даже, может быть, спросим у тебя. Слушай, а может быть, подумаем, как бы сделать так, что в следующий раз такой баг не прошел. А может быть, добавить какую-то систему контроля, еще чего-то. А может быть, интеграционный тест мы забыли. Давай вместе подумаем. И ты подумаешь, безусловно, и скажешь, да, было бы интересно еще вот это. Но мы поблагодарим тебя за то, что pull request прошел, и совершенно проигнорируем тот факт, что в нем были баги. Вот так. Ну, в плане блейминга. Мы благодарим программистов только одно. За закрытые pull request, за внесенные изменения в код. Все. Ни в коем случае не трогаем их за баги. Ну, в этом случае должна вот эта система в автоматическом режиме как-то работать. В полуавтоматическом. У нас полуавтоматические. У нас есть автоматы. Это unit test, integration test, static analysis, code coverage. Ну, ленты, да, прочее все ясно. Ленты и все прочее. А дальше идет review люди. То есть, идет автоматическая часть, которая собирает, билдит и проверяет. Потом идет review одно, review второе людей. И после этого принимается решение. Окей. Когда это решение принято, окей. Ты больше здесь ни при чем. Дальше ты не участвуешь. Как только мы приняли решение, твой код берем, и он попал в репозиторий, все, конец. А, соответственно, если, ну, вот эта вся система построена, если мы код принимаем, а потом случаются баги, то мы как бы говорим, ну да, вот у нас есть технический долг какой-то, мы его регистрируем. Это не вина программиста в данном случае, да, получается? Вина программиста только в одном. Мало pull request. А, мало pull request. Программист виноват только в одном, если от него мало идет кода. Если он пишет мало, он плохой программист. Если он пишет много, много кода и много репортит багов. Вот два показателя, две метрики, которые мы используем. Вот про много кода понятно, а что значит много багов? Ну, если ты как программист работаешь с кодом, если ты смотришь на исходный код, и ты его видишь, он никогда не идеальный, он всегда есть технический долг. Ты как программист, как соавтор этого кода, ты должен сообщать о проблемах, которые в нем. Более того, в нашей системе мы еще и платим за это. Мы мотивируем людей сообщать о проблемах. Каждый раз, когда ты сообщил о баге, мы тебе даем какое-то финансовое вознаграждение. Чем о большем количестве проблем ты сообщишь внутри нашего кода, тем лучше ты нам сделаешь. Тогда же мы знаем, что у нас не так. Ты вскрываешь технический долг для нас. Ты его показываешь. Ты даешь нам входные данные для работы дальнейшей. Для нас же каждый твой баг, который ты отрепортил, это является для нас источником работы дальше. Мы кому-то его проассайним, на кого-то его дадим, и дальше будет изменение кода и улучшение. С одной стороны, может получиться ситуация, когда можно рефакторить, можно бесконечно. Нужно бесконечно. Можно, нужно, да. Тут главное же тоже, что можно... Сколько денег на это готов. А если ты отрепортил баг, это не значит, что мы все схватились его фиксить. Само нужно проходит какой-то... Конечно, мы решаем потом. Да, отрепортили, допустим, у нас и систему, у него есть технический долг. Все программисты очень талантливые, очень интенсивные, работающие, очень замотивированные. Каждый отрепортил по 100 багов. У нас получилось 400 багов в системе. Вот у нас четверо. 400 багов. И дальше архитектор, допустим, это я, принимаю решение. У меня нет бюджета фиксить 400 багов. У меня есть бюджет на 50 багов. Я выбираю все 300, самые важные, и мы эти 50 фиксим. Все. Но вам всем спасибо за ваши 400, потому что вы сказали, где проблемы. Придут к нам дополнительные деньги, будут дополнительные ресурсы, мы пофиксим еще 350. Но мне нужно знать, что у нас не так, я должен это видеть. Это функция от количества свободных денег. Да, конечно. Чем у нас больше денег, тем меньше у нас будет технического долга. Но мне же нужно знать, с чем работать. Я не могу пойти взять деньги под пустой трекер. Если там ни одного бага нет, то что нам фиксить? У нас все скрыто. У нас получается некий черный ящик, в котором мы даже не знаем, что происходит. А так мы знаем, вот там 400 проблем. Ну да, у меня там есть денег только на 50. Но я пойду дальше мотивировать продакт-оноров и говорить, ребята, у нас там еще 350 проблем. Видим их уже. Там их еще не видим, их 2 миллиона. Но видим их 350. Давайте нам еще ресурсы. Мы будем их фиксить. Пока мы будем фиксить, у нас будут появляться новые баги. Опять я бы хотел, чтобы программисты их репортили. Кто еще мне о них скажет? Ну, я как архитектор. Я хочу, чтобы программисты говорили мне об ошибках, которые там внутри. Не боялись говорить, а были замотивированы о них говорить. Слушай, а мне, знаешь, вот интересно, ты, чуть вернувшись назад, сказал, все равно есть автоматическая часть какая-то автоматизированная. Но и дальше все равно есть этот кусок полуавтоматический, где там код-ревью. Но код-ревью кто-то делает? Это опять же те же, по сути, программисты. Правильно же? Да, и вот тут тоже как бы он же должен быть как-то либо жестко, ну, хорошо описан, чтобы было понятно. Иначе человеческий фактор может носить вот это. Ну, вот тут плохо. Нет, я считаю, хорошо. Но вот когда все автоматически, все просто. Вот есть четкое правило. Значит, если там, значит, билд. Тест прошел, все. Ну, ты не придерешься. Ты бесполезный пытаться что-то. А человеческий фактор – это всегда. Ну, вот, знаешь, ты тут функцию. Вот надо было бы сделать декомпозицию. Нет, я считаю, что это правильно. Вот как ты здесь видишь этот момент? Ну, у нас, как у нас, я не знаю, как вообще это можно решать. Вариантов много. Но у нас диктатура архитектора. Абсолютно. То есть, у нас абсолютная власть архитектора. У нас, если архитектор сказал так правильно, то это правильно, с ним никто не спорит. Мы можем архитектора только снять, поменять, если он совсем всем надоел. Но пока архитектор живой и он в проекте, мы его абсолютно, ну, его мнение не подлежит обсуждению. Но перед тем, как продукт, перед тем, как full request дойдет до архитектора, у нас есть еще peer review. То есть, review другим программистам. Один программист делал код, а второй случайным образом подбирается как reviewer из команды. И вот этот программист, конечно, имеет свое мнение, и оно такое же, как мнение автора. То есть, у них может быть спор, конфликт, и действительно там будет равный. Там никто не может победить. Если у них возникает такая стычка, и возникает такой конфликт нерешаемый, то приглашается архитектор, и архитектор принимает финальное решение. И говорит, ты прав, ты не прав. Если же у них такого конфликта нет, то просто код выходит в итоге на архитектора. И архитектор тоже может сказать, не принять мнение предыдущего reviewer, или сказать, мне плевать, что ты там подумал. Все равно этот код не принимаем. Или наоборот принимаем. Но вот у нас так, архитектор это окончательное мнение, а предварительное review это такое больше консультативное, так сказать. Оно помогает архитектору. Предварительный ревьюер, он находит вещи, которые, чтобы архитектор не просматривал, все. К архитектору попадает pull request уже с комментариями. А здесь, а вот это, а вот это, а вот это. И архитектор видит, что ответил автор на эти комментарии. Где-то сказал, я согласен. Где-то сказал, я не согласен. И архитектор видит такой некий дискашн уже открытый. И смотрит, по каким пунктам нужно принять решение, где важно, так сказать, вклиниться и действительно поменять. А где он все принимает и говорит, я согласен. Интересно. И по деньгам мы платим больше ревьюеру, чем архитектору. Но ревьюер более сложный. Ревьюер действительно проходит по всему коду, архитектор, так сказать, одним глазом смотрит. И в основном архитектор одной кнопкой все принимает. А в целом, давай еще автоматическую часть разберем. Вот этого барьера, который между чистым кодом, который в конце уже в репозитории, который мы считаем чистым, и программистами, которые находят. Что ты считаешь там должно быть и как это должно работать? Ну, то есть, ты упомянул юнит-тестирование. Кстати, здесь вопрос, кто юнит-тесты пишет? То есть, тот, кто написал кусочек кода, или кто-то другой? Это отдельная задача. Ну, отвечу на первый вопрос. Что там должно быть? Я думаю, что это сильно зависит от проекта к проекту, варьируется от проекта к проекту. И я думаю, что чем там будет больше всего, тем лучше. Что именно, зависит от ситуации. Ну, такой общий сухой остаток в том, что нужно как можно больше туда вставлять всевозможных проверок. Что мы делаем? Мы делаем, ну, естественно, автоматическая сборка каким-то инструментом, билдом, каким-то билдером. Обязательно юнит-тестирование. Кто пишет юнит-тесты? Я считаю, что юнит-тесты должны писать авторы кода, вместе с кодом. Не потом, не до, а вместе с кодом. То есть, приходит код, и с ним сразу приходит тест. И даже лучше, если тест приходит первым, а может быть, код приходит не совсем полным. То есть, часто так бывает, что программисту недостаточно времени, чтобы полностью заимплементить какую-то фичу, и поэтому он сначала имплементит тест, а код оставляет таким, ну, с заглушкой. Туду, короче. Туду всякий ставит, да, и там скипает тест, например, дизейблит его и говорит, что вот тест пока не запускается, потому что не заимплементили код. И это все дело ложится в мастер-бранч, потом кто-то это все подхватывает через время и доделывает код. Ну, тестик уже написан. Ну, тестик уже есть, да. Поэтому я за тест-дривен-девелопмент максимально. Сначала пишем тест, потом пишем код. Тесты. Проверка каверидж, проверка покрытия тестами. Я за эту метрику, хотя многие против ее, но я за то, чтобы она была. Проверка, ну, какой-то барьер должен быть, чтобы мы не падали ниже какого-то предела. А, кстати, вот уровень этого тест-кавериджа. Ну, мы в некоторых проектах ставим 100%. Я в своих проектах ставлю 100%. Радикальненько? Да, радикальненько, да. В обычных коммерческих, я просто знаю из практики, это процентов 60-80. Но 60-80 тоже достаточно большая. Ну, плавая, да. Стараемся 80. Стараемся цифра 80. Такая у меня цифра в голове. Во-первых, есть разные кавериджи. Есть бранч каверидж, есть код, есть лайн каверидж, есть класс каверидж. Они разные, да. Поэтому мы ставим там комбинации этих кавериджей, этих метрик, ну, около цифры 80 станцию. Но ниже 50 точно нельзя опускаться, мы не опускаемся никогда. У нас так примерно 60-80. Есть мьютейшн каверидж, есть статический анализ, есть интеграционное тестирование, есть сборка на разных платформах. У нас такое есть в нескольких проектах, когда мы принимаем от тебя код, и мы его примем только тогда, когда он билдится и на Линуксе, и на Виндовсе. Вот у нас есть две платформы, и мы твой код собираем, поднимаем, обращаемся к двум серверам, на двух серверах билдим, и только если и там, и там проходит, мы собираем. Это очень полезно для open-source фреймворков всевозможных. Нехорошо, если твой фреймворк широко используется, а она в Виндовсе, допустим, перестает билдиться. Ну, это логично. Ну, да, сразу проблема, да, конечно. Бывает такое, даже у нас был такой случай в проекте в одном, когда мы использовали оборудование дополнительное, то есть стояла серверная стойка, и мы при каждом билде собирали код, который к нам пришел, отправляли на железо специальное, на этом железе прогонялось что-то, возвращался нам результат, что да, оно с этим железом работает, с кастомным железом, и мы тогда выдавали сигнал окей, и это все мерзжилось в мастер. То есть от проекта в проект. Чем сложнее вы сделаете билд ваш, чем жестче будет эта точка стена по контролю качества, чем больше будет там контролирующих элементов, тем лучше. Ну, там, опять же, есть часть какая-то очень легко внедряемая, там линтеры, ну, это там сборка, да, ну, это вот ты один раз написал, по сути, а дальше ты просто таскаешь во все проекты купипастом, по большому счету. А есть сложные составляющие, там, юнит-тесты, может быть, она менее сложная, но интеграционные самые тяжелые, мы все понимаем, что это может быть большое окружение, и тут опять-таки дальше уже опять вопрос упирается, ну, бюджет, деньги, это очень... Это баланс, я вот говорил на докладе, что это баланс между деньгами и качеством. Ну, конечно. Есть проект, вот мы говорили уже, есть проекты, где нужно сделать софт поскорее, и нам не принципиально качество, нужно выкинуть на рынок эту игрушку мобильную, она через три дня мы ее выбросим, поэтому, конечно, мы тогда снижаем планку качества, нам лишь бы оно скомпилировалось. Вот это будет один-единственный шаг, да. Скомпилировалось и хорошо. А есть проекты, в которых мы планируем разработку двухлетней, мы будем, вот, например, сама платформа ZeroCrosy, вот мы начали ее разработку, это было в 2016 году, примерно два года назад, но я планировал ее как проект на много лет. Это нельзя было что-то такое допустить, чтобы качество было низкое, поэтому туда вставлялось как можно больше всевозможных инструментов контроля. И сейчас этот проект в опенсорсе, и с ним работает там десяток, а то и больше, может быть, десятка два разных программистов, и они интенсивно пытаются его поломать, поскольку это все фрилансеры, которые в нашей системе, они ни за что не отвечают, и так и должно быть. То есть у них нет никакой персональной ответственности за общий результат. Они отвечают за свои микротранзакции, за свои микротаски и свои микропулреквесты. И они пытаются ее поломать со всех сторон, и она живет, она выдерживает, и она эмигрирует, мы там с одной базы данных на другую перешли, и мы перешли из одной системы, вам на Амазон переехали недавно, на дополнительные Тулзы. И все это происходит, и все это живое. Поэтому это все заслуга, не моя как архитектора. Я не говорю, что я такой классный архитектор, я построил систему, которая живет уже два года и будет жить еще много лет. А я говорю, что это заслуга тех инструментов, которые я в нее вставил. То есть в этом мое достижение, что я нашел инструменты, вовремя их туда поставил с самого начала и сделал так, чтобы они там остались. Вот в этом заслуга любого архитектора, мне кажется, правильного. Не в том, чтобы сделать классную архитектуру, потому что задача слишком субъективная, ее трудно оценить. Классную ты сделал, не классную. А в том, чтобы оградить свой код такой стеной качества, такими инструментами контроля, которые бы никто не мог или тяжело было пробить. И все время эту стену, этот вот такой вот забор качества вокруг своего продукта нужно повышать, 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 наращивать. В это нужно вкладывать деньги. Это очень важная задача любого архитектора. Постоянно думать над тем, где еще у нас бреши, где еще у нас пробоины, где нас еще можно пробить и внести непредсказуемые извинения в код. Что еще добавить? Изучать рынок, какие еще есть линтеры, какие есть статические анализаторы, какие есть рантаймеры. Это задача архитектора, по большому счету. В первую очередь, да. Слушай, ну тогда вот мы, давай, если немножечко к архитектору, ко второй части вот этой стены перейдем, где уже пользовательская часть, ну, в смысле, пользовательская с точки зрения вот именно тех людей, которые влияют своим мнением. Код-ревью. Вот смотри, мы, когда пишем код-ревью, мы тоже тратим какое-то количество ресурсов. И иногда эти ресурсы не только в деньгах, они еще во времени очень сильно выражены. И бывает такая ситуация, вот я просто одну из своих могу рассказать, ты давал уже ответ на этот вопрос, но наши послушатели еще пока не слышали. Но смотри, иногда нужно срочно что-то выкатить, и вот эту планку вот этой стены надо понизить. По твоему мнению, можно ли это делать, и чем это грозит проекту? Например, мы убираем код-ревью на какой-то промежуток времени. То есть, например, нам срочно нужно, я не знаю, выкатить фичу в продакшн, или там нам нужна супер-демка какая-то, нужна вот эта вот фича, потому что она появилась у конкурентов, и мы должны ее выкатить, иначе мы просто продолбаем рынок. Возможно ли это на какой-то промежуток времени, и чем это нам грозит? Ну, это неизбежно. Вот так. Ну, конечно, возможно, это, конечно, неизбежно. Ты не будешь вступать в конфликт с бизнес-требованиями, не будешь рассказывать продакт-онору о том, что, к сожалению, у нас билл не собирается, поэтому ваши все там полтора миллиона пользователей подождут еще пару дней, и мы будем продолжать с них снимать лишние 20 долларов каждый день, потому что у нас билл должен собраться. Конечно, мы в такой ситуации отключаем эти правила, идем прямо в продакшн, даже, может быть, напрямую в продакшн, убираем там строчку кода какую-то, или комментируем ее. Безусловно, все это мы делаем. Но мы, после того, как мы это сделали, мы садимся все вместе и начинаем анализировать, почему это произошло. То есть, как так произошло, что попал в продакшн код, который нам, например, не понравил, который нам пришлось вот так удалять. Почему мы не сделали там, не знаю, фичер-тоггл какой-то не вставили. Мало того, что есть стена, есть еще и процедура постмортема. Да, разбор полетов. Мне кажется, это обязательная система, получается, должна быть. А иначе стена будет бессмысленной. У тебя каждый раз могут совершаться ошибки, и ты будешь наступать на те же самые грабли, но ничего не делать. Да, полностью согласен. Разборка должна быть после. Разбор полетов нужно делать, в общем. То есть, когда все закончилось, когда такое случилось, когда такой фатальный случай произошел, нужно садиться и думать, где мы ошиблись. Думать не о том, почему мы снимаем с пользователей по 20 долларов лишних. Мы снимаем и снимаем. Это баг, не надо его разбирать. Баг случился, он случится. Эти баги будут вечно. А давайте разберемся, почему этот баг попал к нам. Виноват не программист, виноваты мы. Виновата наша вот эта стена, вот этот забор качества. Мы где-то упустили, через нас это проскочило. Программист, он ни в чем не виноват. Он завтра совершит ровно такую же ошибку. Он будет ее совершать на всем протяжении проекта. Давайте мы сядем и подумаем, что мы сделали не так, что у нас упал продакшн. Что такой баг, который сделал какой-то там, какой-то девелопер, попал к нам в систему. Вот тогда мы садимся, разбираем и понимаем, ребята, нам нужно еще неделю поработать над тем, чтобы вставить вот такой вот интеграционный тест, который поймает вот такого типа баги. Хорошо. Вот здесь сразу у меня возник вопрос. Программист не виноват. А как мы вот вообще... Программист у нас такой весь зелененький получается. Он не виноват. Какой-то код он написал, код попадает в систему и все хорошо. Получается, как мы его начинаем мотивировать расти, следить за качеством? Или мы не думаем об этом? Как он должен вырасти профессионально? Я думаю, что по качеству программисты должны подтягиваться под архитектора. В проекте есть архитектор, который задал качество, задал планку качества и сказал, ребята, мы пишем так, чтобы чек-стайл, Java, например, не говорил, не сообщал никаких проблем. А также мы пишем так, чтобы все юнит-тесты были, вернее, весь код был покрыт вот такого типа юнит-тестами, и чтобы я, как архитектор, все ваши код-ревью, все ваши пул-реквесты принимал. Чтобы они проходили тесты вот по таким вот принципам, по таким правилам. Вот моя такая вот планка качества. Если программист выше, чем я по уровню, то ему там, наверное, делать нечего в этом проекте. Если он еще лучше может написать, если он еще, ну, круче, чем я, как, так сказать, по моим ожиданиям качества. В основном же это не так. Его нужно делать архитектором. Его нужно сделать архитектором. Опять, если у него есть на то желание. Если он хочет, да. Но в основном архитектор лучше остальных программистов, и он сам задает тон, задает, так сказать, скорость, с которой мы будем двигаться в области качества. Все остальные подтягиваются. И все. А дальше от программистов нужно требовать, я уже сказал, количество, а не качество. Они не должны делать ниже, чем я сказал. Вот как в этом, как-то был фильм такой давно, и там была такая фраза смешная, он говорил, по-моему, Вин Дизель там был, и он говорил, они когда-то там бежали откуда-то, убегали, там их было много, и он говорит, сейчас мы будем бежать, и бежать мы будем с одной скоростью, с моей. Sroni direction, yeah. Да-да-да. С какой скоростью будем двигаться, будем двигаться с моей скоростью. Вот это так мы будем в проекте. Есть архитектор, мы будем все двигаться с моим качеством, вы с другим качеством... Вы не будете с другим качеством двигаться, поэтому нет смысла это обсуждать. Не надо там садиться и разговаривать, качество у нас получилось, некачество. У нас качество одно, которое я сказал, ну если я архитектор. А дальше вопрос скорости. Вы либо можете давать там три тикета в день закрывать, либо вы можете три тикета в неделю. Кто может три в неделю, тот получает одни деньги, кто три в день, получает другие. Вот хорошие и плохие программисты. Все. Тут нет больше других метров. Ну а рост, соответственно, программистов и архитекторов, он мотивирован тем, что архитектор получает больше денег. Ну, очевидно, да. Поэтому Поэтому если ты не мотивирован, если ты не хочешь развиваться, то, в принципе, ты будешь оставаться на своем уровне. Да, и все. Ты будешь мало закрывать тикетов. Безусловно, ты будешь с моим качеством работать. Но тебе это будет трудно, потому что ты будешь постоянно испытывать дискомфорт. Потому что я требую очень хорошо, а у тебя постоянно… Допустим, есть люди, которые небрежно пишут код. Сколько ты им не ставь, не устанавливаешь статик-анализаторов этих, сколько ты от них не требуешь чистого кода, они продолжают писать грязно, не подстраиваются, не учатся, не дотягивают. Но они тогда страдают, смотря какая система оплата. Если им платят помесячно, то они будут сидеть, просто страдать молча, но продолжать работать. В нашей системе, в зерокрасе, они уходят, потому что они не могут закрывать так много тикетов, чтобы обеспечить себя достаточным количеством денег. Поэтому вопрос деньги, вопрос мотивации. Но да, конечно, человек либо справится, либо сможет зарабатывать хорошо, либо нет. Ну, давай еще одну тему вокруг ревью поднимем. Чем больше кусок кода, который нужен от ревью, тем больше на это требуется времени. И, соответственно, я свою историю рассказываю. Любая продуктовая фича, она всегда затрагивает достаточно много различных кусков. Получается, чтобы мне реально понять, что сделано все хорошо, мне нужно посмотреть достаточно большой кусок кода. Ну, то есть, начиная от начала до конца. Я бы хотел этот кусок кода видеть целиком. Ну, в твоем докладе ты говорил, что нужно делать маленькие реквесты, ну, соответственно, маленькие изменения для того, чтобы вот это все хорошо работало. Соответственно, чтобы у тебя ревью было маленькое, соответственно, чтобы у тебя быстро все проходило, чтобы быстро все закрывалось. Задачи должны быть небольшие, кодом немного. Но мне, как вот в конце, человеку, который хочет фичи продуктовые, мне бы хотелось видеть вот саму готовую рабочую фичу, чтобы она не ломала продукт, чтобы она двигала меня. И, соответственно, чтобы она в продукте, когда она зарелизилась, она добавила новую функциональность. Как вот с этими двумя, так сказать, крайностями быть? Я думаю, что если, как ты сказал, тебе нужно или ты хочешь, я не помню, как ты сказал, нужно увидеть целиком все, чтобы принять эту фичу, чтобы ее сделать, заимплементить или принять, вот это и проблема. Если ты имеешь такую необходимость, такую нужду в проекте, видеть слишком много, если тебе, чтобы понять, как работает новая фича или чтобы ее заимплементить, нужно прям реально там 25 файлов поизменять и 25 модулей затронуть, то плохой у тебя проект. И не надо браться сразу за эти изменения. Нужно сначала прорефакторить его, сделать так, чтобы все-таки для каждой фичи нужно было, чтобы фичи были изолированы, и чтобы можно было их имплементить изолированно. Если у тебя система настолько кросс-связанная, настолько у нее каплинг высокий, что она так все одно с другим завязана, и такое большое количество взаимосвязей между модулями, что тебе нужно прям 25 из них одновременно затронуть, чтобы добавить какой-то функционал, то у тебя в системе серьезные архитектурные проблемы. Сначала реши их, напиши баг, скажи, тебе задали такую задачу, заимплементить новую фичу. Ты посмотрел на систему, увидел, что скоуп, с которым тебе работать, он крупноватый. И ты понимаешь, что для того, чтобы тебе эту фичу внедрить, тебе сейчас будет пул-реквест размером с тысячу строчек кода измененной. Ты понимаешь, это не дайджестабл, это не съезд этот код-ревьювер, это мы сейчас будем ревьюить неделю. И вероятность ошибок, вероятность, так сказать, моих неправильного движения в рамках этих тысяч строк, она очень высокая. Поэтому ты говоришь, что, ребята, а давайте по рефакторинка сначала. И пишешь новый тикет, там пишешь, для того, чтобы мне заимплементить эту фичу, номер X, мне сначала нужно, чтобы вы разнесли вот эти три модуля по сторонам, чтобы они не были так сильно между собой связаны. растащите их, сделайте рефакторинг, уменьшите их в размере, или разнесите по разным репозиториям, или сделайте микросервисы, ну, что-то сделайте, в общем, чтобы моя имплементация этой новой фичи была не тысяча строк, а пятьсот строк. Они этот тикет исправят, сделают, за новый бюджет, за новые люди, может быть, это будешь ты же, ну, смотря кому этот тикет дадут. Это исправится, ты вернешься к своему изначальному тикету, уже у тебя скоуп пятьсот строк будет. Ты опять смотришь, пятьсот многовато, а давайте еще, опять сжимаешь это дело. В итоге ты сходишься через несколько таких итераций, ты сходишься, ты сойдешься к точке, когда у тебя система станет декапл, она станет нормально, архитектура станет лучше, и тогда ты сможешь внести изменения, затронув там сто строк кода, и все станет на свои мысли. Слушай, но эту мысль можно чуть-чуть с другой стороны взглянуть, когда у тебя, например, микросервис, как сейчас модно говорить, архитектура, у тебя много компаний, ты не знаешь, там, фича очень простая, там, внедрите оплату через, там, PayPal, условно говоря. Не, непростая фича, если что, я это как бы по опыту хочу сказать. Нет, я к тому, что какая-то фича, которая затрагивает в конечном итоге много компонентов, пусть по чуть-чуть, пусть по чуть-чуть где-то, но в какой-то опишечке должен появиться новый ключик, да, в другом сервис, который вызывает, должен там, значит, небольшой кусочек бизнес-логики, который третий компонент где-то визуально должен, там, в интерфейсе какая-то галочка что-то появится. С одной стороны, круто, когда, там, я визуальную галочку добавил, да, там, прислал по реквестик, у меня там просто в разметке, в HTML-разметке галочка появилась, ну, блин, что ревьюить, вот, все понятно, да. Но, с одной стороны, тут одна проблема, что, может быть, когда есть межсервисные компоненты, да, то либо они должны синхронно выкладываться, мы тоже на этом немножко там как раз на докладе после обсуждали, да, тему. Одна проблема, да, что как выкатить фичу, то есть, вроде ты не можешь и не принять, и принять не можешь, потому что есть зависимости внешние, которые, блин, а как тогда, она сломает все остальное. Да, вот такой момент. И второй момент, когда, действительно, ты фичи вроде выкатываешь, они все, ну, простенькие, тут функцию человек добавил, которая, там, научилась делить на два. Ну, блин, класс. Вот, там, функция делить на три, тоже супер, а это на четыре. А потом человек выкатывает последний реквест, который, там, должен реализовать функцию, которая должна делить на производство число. И ты смотришь, думаешь, о, он, если if, там, значит, на два, вызывает функцию делить на два. Думаешь, блин, чувак, так надо же просто было одну функцию написать. То есть, понимаешь, да, ты вот по этим кусочкам, ты не видишь всей картины, поднимаешься, поднимаешься, а потом такой, хоп, блин, чуваки, да все не так надо было делать. Вот такой момент. Ну, поэтому нужно спускаться, а не подниматься. Нужно идти отверху, от сверху вниз. Нужно идти от общей задачи, которая сначала поставлена, а потом разбивать ее на подзадачи, подзадачи, подзадачи. Это раз. А во-вторых, не нужно бояться сделать что-то неправильно. Ну, да, мы ошиблись, мы написали там if, это двоечка, то делить на два. Ну, это технический долг наш. Да, у нас была ошибка в архитектуре, да, мы сделали немножко не так. Оно же работает? Работает. Мы попали это в продакшн, пропали. Юзеры использовали, использовали. Мы получили там от этого ревеню какой-то, получили. Ну, да, у нас следующая задача, разделить на любое случайное число. Да, мы парифакторим это, мы исправим, напишем какой-то новый модуль. Не надо бояться сделать неправильно. Я все время выступаю за это. Лучше сделайте больше по количеству. Пишите, 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 лишь бы оно собиралось. Собиралось и деплоилось, собиралось и деплоилось. Идеальных архитектур не бывает и не нужно к этому стремиться. Должна архитектура быть в рамках требований качества, в рамках. Если она там в этих рамках имеет разную имплементацию, пускай даже не совсем эффективную, пускай где-то медленную, пускай где-то страдает перформанс. Это все технический долг, это все кандидаты на новые тикеты. Будет новый бюджет, будет новый день, будет новая команда, мы все это исправим. Нам сейчас самое главное для архитектора это все держать в рамках установленных правил качества. Так я думаю. Слушай, Егор, а вот ты, кстати, упоминал, что то, о чем ты рассказывал в твоей новой книге, ну и каким-то образом отражается. Немножко подробнее можешь рассказать о своей книге, вот последней, которая вышла совсем недавно? Да, «Колды Хэддена» называется. Книжка достаточно интересна в том, что она написана в стиле художественного изложения. То есть это техническая книга, которая написана в формате романа, новеллы, я не знаю, художественная книга. То есть там есть действующие лица, там есть персонажи, они между собой разговаривают, у них есть монологи, диалоги, они живут в рамках офисного пространства, они обсуждают вопросы философии, жизненные философии, технические вопросы. У них есть некие ситуации, которые там возникают, ситуации с тестированием, с багами. Вот там в одной главе была ситуация, где они выкатили в продакшн-код и в результате этого они потеряли там деньги, сняли с клиентов лишние деньги и стали искать, кто виноват. Нашли того программиста, который это сделал и стали обсуждать, что с ним сделать, как его наказать и делали это обсуждение. То, о чем мы сегодня говорили, вот это все там рассказано там на десяти страницах. Дальше этот главный персонаж, главное действующее лицо объясняет там двум другим, почему не стоит делать виноватого из этого парня, который сделал ошибку, а как нужно по-другому. И все это построено в виде диалогов. Почему я выбрал такой формат, почему книга написана не как мои остальные книги, там, так сказать, техническим языком и в виде просто мануалов, а художественная. Потому что чаще всего эти вопросы менеджмента я вижу, что их проще объяснить в виде диалога, в виде какой-то ситуации. В виде ситуации, да. Я часто вижу, что так проще человеку понять. Вопросы задавать легче, чем если я буду рассказывать книжным языком, как правильно и как должно быть. Немножко скучновато. А здесь мне показалось, будет веселее, потому что там есть эмоции какие-то, есть... Мне ты, знаешь, что-то напомнило, я не помню, то ли в психобольнице в руках пациентов, то ли в 97 этюдов для программистов. Вот есть же книжки в таком стиле. Там Демарка, у него есть... Демарк и Листер, ну, конечно, да. Я их как раз... Цель Лидаху Горлдера, то есть, что интересно в этой книге... Хороший мы такой ряд построили. Спасибо. Ну, мне кажется, да. Здесь, соответственно, ссылочка будет в шоу-ноут. Обязательно ходите, покупайте. Но что интересно в моей книге, что там огромное количество, больше 300 футноутсов. То есть, ссылок внизу на разную литературу, где я, мысли, изложенные таким неформальным языком в виде диалогов, я нахожу им подтверждение в другой литературе. То есть, больше 300 книг, статей, журнальных статей, научных статей, приведены как референс, как материалы для ссылок. То есть, можно многие из мыслей... Начать читать, и если походить по ссылкам... Да, ты можешь прочитать огромное количество литературы. Многие из этих книг я прочитал целиком, некоторые я просто взял цитаты оттуда, и там каждый шоу, каждый ноут внизу, каждый футноут сопровождается цитатой. То есть, это не просто там, вот, смотрите, такая же, такая книга. А я из каждого источника брал цитату, подтверждающую или опровергающую мысль, которая есть в книге. Поэтому она этим интересна. Многие люди говорят, что эти цитаты им часто мешают при чтении, я вот такой, ну, слышал такие отзывы. А многие говорят, наоборот, что это самый интересный материал, там внизу, в футноуте. Потому что он, так сказать, это здесь лирика, а там можно посмотреть реально... Ну, это такая тоже холебанная тема. Кому что. Да. Ну, кстати, ты здесь у нас в подкасте уже много раз упоминал свой проект ZeroCrossy, и он активно развивается, я так понял, уже около двух лет. Как вообще это все устроено у тебя? Что это за проект? И как он работает? Проект – это такая платформа, я вот вам показывал час назад. Мы это видели за нас. Это такая живая платформа, она вот действительно живая, она вся open source, это первая, совершенно открытая. Основа ее, философия в том, чтобы заменить или помочь менеджерам, людям, менеджерам, project-менеджерам, дать им инструментарий в руки, который бы мог помочь им выполнять 90% рутинной работы, которую они делают, а может быть даже заменить их целиком. То есть, сделать так, чтобы роботы управляли нами. Не мы управляли роботами, а роботы управляли нами. Что значит управляли? Давали нам задания, оценивали наши результаты, увольняли нас, нанимали нас, передвигали из проекта в проект, назначали нам зарплату, снижали нам зарплату, оценивали то, что мы сделали, собирали от нас результат. Большая формализация, скажем. Большая формализация. И плюс, при этом, делая все это, роботы могут, глядя на проект, которым они управляют, они могут сделать достаточно взвешенные выводы о том, сколько проекту осталось времени, сколько у него остался скоуп, какой у него бюджет нужно для него, для того, чтобы выполнить. А может быть, даже следующий наш шаг – это анализировать, что нужно сделать, чтобы проект пошел быстрее, стал стоить меньше, кого убрать, кого добавить, какие задачи сжать, какие задачи растянуть. То есть, какая-то оптимизация, эффективность. Управленческие решения, которые должен принимать менеджеры, могут делать машины, и они это должны делать качественнее и лучше. У нас пока это все, мы, безусловно, в середине пути находимся, а даже скорее ближе к началу. У нас многое реализовано, но далеко не все. То есть, управленческие решения пока не принимает машина. Пока что машина умеет делать – это раздавать задачи, собирать задачи и работать на основании такой нами разработанной полиси. Есть у нас такой документ большой, в котором там больше, наверное, 50 правил работы. И каждое правило, выстраданное нами за последние лет, написано кровью практически. Да, 5-6 лет экспериментов, а сама ZeroCross в таком виде работает уже чуть меньше двух лет, а с реальными проектами мы работаем меньше полугода. Я на рынке достаточно. Поясню для слушателей, что правило – это не так, что кто-то из людей написал для других людей. Эти правила парсятся роботом этим же самым, который на изменение любое, внесенное вами, будет тут же изменять свои правила поведения, и это прям работает прямо сейчас. Ну, то есть, словно говоря, если написано, что вот так делать нельзя, и за это будет ай-яй-яй, и вот этот ай-яй, он реально представлен в виде цифры. Да, то есть, например, у вас из рейтинга вычтется такое-то число, потому что вы сделали то-то. Или к вам ваш финансовый, не знаю, недельный отчет там добавится плюс 50 баксов за то, что вы сделали то-то. Да, эти цифры очень прозрачные, они написаны в этом документе, и робот действительно, как ты правильно говоришь, робот при выполнении этих действий, он на этот документ смотрит. То есть, прям внутри документа эти все цифры под тегами, и он смотрит, какая там цифра, основываясь на этом, он принимает решение управленческие, и там, допустим, дает тебе задачи, или дает тебе штраф, или платит тебе бонус, и управляет этим прям 24 на 7. А документ, да, он доступный в открытом виде, и в него вносят изменения сами же программисты. Часто так бывает, что мы видим какое-то правило неудобное, оно недостаточное, оно работает плохо, в нем слишком, допустим, большой штраф, или слишком маленький штраф, или слишком мало денег, и постоянно идут изменения, сами программисты создают тикеты и просят изменить что-то, просят где-то увеличить, где-то убавить, где-то внести новое правило, и это все создается вот community-driven такой проект. Сначала это был мой документ, я его сделал, естественно, я внес все эти правила туда, первые там 20 штук, но дальше это все пошло в жизни, я его сейчас уже только апрувлю, то есть я туда эти pull requests, в этот документ мерджу, но они приходят от программистов, от тех, кто работает. Главная фишка этого проекта, конечно, в открытости и в понятности правил, то есть, конечно, мы, во-первых, правила открытые и понятные, а во-первых, самая главная основа всего этого, этой платформы в том, что программисты получают деньги за результат, а не за время, то есть традиционная схема оплаты, как вы все, я уверен, работаете, и как я часто работал, и как многие программисты работают, а то и большинство, нам платят в конце месяца, или в конце недели, или в конце двух недель, то есть нам платят за время, а если человек фрилансер на каком-нибудь обворке, например, или на топтале, то им платят почасово. Но все равно это репорт, я потратил за неделю 22 часа, мой час 50 долларов, вот вас 1100 долларов. Но что было внутри этих часов, никто не знает. Есть предположение, что, наверное, человек честно их потратил, если не потратил, значит не потратил, но так работает вся индустрия. Мы предлагаем совершенно альтернативный подход. Мы разбиваем общий скоуп на микрозадачи, каждой микрозадачей привязывается бюджет небольшой, у нас реально микрозадачи, полчаса, час. И когда эта микрозадача заканчивается, и тот, кто ее поставил, говорит, что она закончена, только в этот момент получает человек микроплатеж. 20 долларов, 15 долларов, 30 долларов, 5 долларов, в зависимости от его бюджета проекта, от стоимости задачи. И так работает вся целиком система. Мы в день закрываем, иногда чуть ли не под сотню, сейчас чуть ли не под сотню микрозадач. Закрываем, закрываем, делаем эти микроплатежи. Когда платформа вырастет, у нас будет тысячи, сотни тысяч платежей ежедневно будем проводить программистам. Каждый программист будет получать, и сейчас получает такие небольшие микроплатежи за каждую выполненную работу. В итоге заказчику это очень выгодно, потому что мотивация программистов такая же, как мотивация у заказчиков. Заказчик хочет продукт получать микроинкрементами, и программист хочет закрывать микроинкременты. Тогда как в стандартной системе разработки, в стандартном подходе, программист и заказчик враждуют между собой, у них диаметрально противоположные мотивационные векторы. Программист хочет работать как можно дольше, заказчик хочет закончить как можно быстрее. Вот они на этом конфликте, они и страдают в основном заказчики. У нас это не так. Заказчик хочет получить как можно больше кода и продукта, и фичи, багфиксов и всего. И программист хочет закрыть их как можно больше, потому что за каждый багфикс, за каждую фичу он получает дополнительные деньги. Вот такой фундаментальный принцип, это оплата за результат, это тот принцип, который я уже проповедую лет 8, наверное, а то и больше. И вот он реализовался в этой платформе, и она показывает результаты. Это с одной стороны это open source продукт, а с другой стороны это платформа, на которой вы зарабатываете деньги. Это платформа, куда мы приглашаем компании, которым нужно что-то разработать, которым нужны люди и программисты, работающие по новой формуле, работающие качественнее, лучше, эффективнее и стоящие в итоге дешевле, хотя их рейты значительно выше. Мы приглашаем туда софтверные компании, чтобы они приходили на нашей платформе, строили себе команды, и эти команды бы для них работали. Вот мы зарабатываем на, в чем заработок платформы, мы берем небольшую комиссию за каждую закрытую задачу. Чем больше у нас на платформе закрытой задачи, опять же, мы здесь идем в одну ногу с заказчиками. Заказчику хочется закрыть больше задачи, получить больше продуктового кода, и мы получаем как только закрытую задачу. Я думаю, что нам надо обязательно добавить полиси в шоу ноты. Полиси в шоу ноты, да, полиси, почитать это, да. Читать, она очень интересная. Читаешь и утираешь холодный пот просто. Боже, так можно? На самом деле это очень интересно. Я думаю, что там очень много, как это, теории игр было вовлечено в разработку этого полиси, потому что я для примера скажу. То есть, когда человек приходит в систему, ему должен найтись ментор. Когда ментор берет себе какого-то студента, это называется в терминах, то есть есть несколько ролей, вот ментор должен взять себе студента. У него вычитается, кто вычитается? У него вычитается рейтинг, но одновременно добавляется вероятность тому, что студент, закрывая задачи, будет получать какие-то деньги и какой-то процент будет получать ментор от студента. Получается, что ты, с одной стороны, рискуешь тем, что ты убираешь от себя какой-то большой довольно кусок рейтинга. С другой стороны, ты получаешь за это какие-то дополнительные плюшки и бонусы. И так построена вся система. То есть, если вы почитаете, везде есть система сдерживания противовесов. И вот эта теория игр, она очень интересна. Читать полиси так же интересно, как читать игру, как мы обсуждаем, Danger and Dragons. То есть, ты даже можешь не играть в эту игру, можешь просто почитать правила, и это уже достаточно интересно, чтобы представить игровые механики. Да, главное, если у вас появится на первом утверждении вопрос, а как же просто прочитать дальше? Прочитайте дальше. Два-три предложения, там будут ответы. Вы знаете, что интересно, что новые программисты, которые приходят в систему, мы им всем даем этот полиси почитать, мы прям настаиваем на том, что люди читают или не читают, но никто не верит, что это так работает. То есть, все привыкли, что у всех компаний есть какие-то полиси, которые там многостраничные, нужно их прочитать, внизу поставить агри, и работать мы все равно будем как обычно. Вот я посидел за компьютером, где мои деньги? Ну, все будет как обычно. У нас же все не так, и поэтому новые программисты и приходящие соглашаются с полиси, начинают работать, а потом мы их тыкаем, их робот тычет носом в этот полиси и говорит, в соответствии с пунктом 19, вот тебе штраф, в соответствии с пунктом таким-то, вот тебе премия. И программист начинает понимать, что действительно мы живем по этой полиси, это не просто бумажка, которую ну, как вот, когда PayPal аккаунт открываешь, там 20-страничный документ, ты просто агри нажимаешь, и все равно. Понимаешь, это по сути полиси получается, как сейчас модно смотреть на всякие там биткоины и прочие системы, это такой умный контракт, по сути, живой умный контракт. Только выполняет его этот робот, который open source, вы можете посмотреть, как он его выполняет, можно увидеть, по каким правилам он работает, все открыто, но мы действительно по этой полиси работаем. Я хотел о том сказать, что люди не верят в эту полиси сначала, и на старте каждый новый программист, мне кажется, они все игнорируют эту полиси и просто начинают работать. Но когда они видят, что эта полиси живет, и мы по ней действительно работаем, возникает у многих людей шок. Многие люди теряются, многих мы теряем из-за этого, потому что люди привыкли работать как раньше, привыкли без правил, без ограничений, без строгих форм. А у нас все по четким таким образом. На самом деле это очень прикольно, потому что именно когда автомат это делает, ты с этими правилами согласен, ты начал работать, и он в автоматическом режиме, то есть справедливо достаточно, то есть ты четко знаешь правила, и оно четко выполняется, и ты не можешь его нарушить, собственно говоря. И более того, не только ты, но даже архитектор. Да, да, да. Еще очень большой момент, что очень легко высказывать претензии к человеку, да, типа, ну вот человеческий фактор, да. А тут как бы вот тебе робот высказал, ну как бы что ты, ну там четко написано. У меня было полгода назад чуть больше история, когда я, у нас есть такое правило, что если у тебя рейтинг падает ниже, чем 256, репутационный рейтинг в системе, то у тебя система кик-аут убирает, и у тебя теряются все права, и ты должен снова искать ментора. И я как-то, у меня было, это было, по-моему, весной, ну, примерно полгода назад. Я с утра начинаю с этим новым роботом разговаривать, а он не принимает мои команды. Пишет, у вас недостаточно прав, недостаточно полномочий. Я начинаю смотреть, а он меня ночью, оказывается, выкинул из системы, он меня уволил. То есть у меня упал рейтинг, и он меня, как обычно, как любого другого программиста, он меня уволил, убрал у меня все пермишины из проекта, и я перестал иметь какие-либо полномочия. То есть он совершенно независимо подошел ко мне, как к любому другому программисту. И я после этого, в итоге, пришлось мне зайти в код и поставить там внутри, что если это Егор, то его не уволяют. В общем, да, все люди равны, но некоторые чуть-чуть равнее. Там реально есть такая строчка, до сих пор она стоит. То есть я поставил, что если я, то не трогай меня, потому что он убирает у меня все пермишины. По-моему, там сейчас уже не Егор, там, по-моему, если ты член, у нас такой есть суперпроект такой, если ты мембер этого проекта, там уже не я один, там несколько человек. Ну вот такая была история. То есть он меня сам этот робот уволил, и я с утра понял, что так тоже бывает. Расскажи про то, что ты не сразу ставил ревью или опробу. О, да-да-да, это совершенно замечательная история про то, что у нас есть два типа ревью, первый там... А, да, это вот совершенно недавняя история, буквально месяц назад. У нас должно быть код приходит, pull request приходит в проекте. Сначала должен проревьювить ревьювер, случайно назначенный роботом, а потом архитектор должен проревьювить и сказать мерч, и тогда этот pull request попадет в мастер-бранч, и тогда автор этого pull request сможет пойти в тот тикет, который ему выдан, и сказать там, я закончил, мой pull request сможет, и там ему заплатят деньги. То есть пока архитектор не сделает мерч, там денег он не получит. Получается, человек должен ждать решения архитектора. А я был архитектором в нескольких проектах и был занят другими делами и ждал долго. То есть бывало там по две недели я не делал этот мерч. И люди возмущались этим, программисты. Ну они ждут, и за меня... Они считают, что они работу сделали, конечно. Они действительно ее сделали, но из-за моего финального мерча они вынуждены ждать, и нет никаких сдерживающих механизмов, потому что я могу ждать и ждать, но жду и зон за мной сделать. Ну да. И тогда предложили сами программисты, один из ребят предложил сделать тикет, сказал, давайте штрафовать архитектора, если он ждет дольше, чем столько-то дней и дольше, чем столько-то дней. То есть штраф как работает, какое было предложение. В момент, когда мерч произошел, робот смотрит, сколько времени занял ревью этого pull request, и если это больше, чем, по-моему, 8 дней, то штраф такой-то на архитектора, а если больше, чем 16 дней, то штраф очень большой на архитектора. И вот такое они сделали, в основном против меня, я думаю. И я в итоге, ну, все проапрувили это дело, и я стал интенсивнее, ну, стал обращать внимание, потому что мне эти штрафы не нужны, и я стал, либо я стал себя убирать как архитектора, потому что если я слишком занят, зачем я буду блокировать проект, я стал находить кого-то другого, либо я, ну, интенсивнее делаю ревью. Вот это реальный случай, это месячной давности история, где в полисе было изменено под ситуацию, потому что видно по ситуации, что архитектор, ну, динамит. Ну, выяснилось такое узкое место. Да, стало понятно, что робот ничего со мной сделать не может, он же не обойдет архитектора, мы не можем сделать мерч, пока я не скажу, ну, кто архитектор, не скажет финальную. И таких, я думаю, историй будет еще много, я думаю, это далеко не последнее, будет масса еще ситуаций, где какие-то трудности будут возникать. Это очень крутая история. Но чем мы, что интересно, чем мы старше становимся, чем больше наше до полисе растет, тем больше мы шишек набиваем, тем умнее становится наш робот, и теперь, допустим, ты придешь в нашу систему со своим проектом через год, ты получишь весь наш опыт в одном пакете. Тебе не нужно будет, ну, понимаешь, тренировать программиста, тренировать робота, анализировать, как правильно управлять проектом. Ты получаешь весь накопленный опыт и все знания в одном пакете за 500 долларов в месяц. Понимаешь, насколько ценна эта вся платформа? Это как Википедия, мы вкладываем в нее действительно знания, знания, знания. Она разрастается, а тот, кто приходит в конце, он пользуется всем за копейки. Вот так у нас. А наша система, еще интересно, она полностью фри, бесплатно для open-source проектов. То есть, если твой репозиторий открытый, если ты разрабатываешь, то использование нашей системы бесплатно, мы не берем никакие комиссии. Как GitHub, да. Если у тебя все открыто... Ну, сейчас многие такие. Вот если у тебя все открыто, мы ничего не берем, все бесплатно. Но у нас много open-source проектов на нас работает. Ну, как много, это пока десятки, это не сотни даже, но мы приглашаем, кто нас слушает, приглашаем попробовать всех, Луис. Если у вас есть свой проект поразрабатывать, если вы хотите дать его на outsource, дать посмотреть, как это будет по новым правилам работать, в новой команде, придите, заполните форму, и кто-то из архитекторов с вами свяжется и расскажет, как это работает. Круто, круто, круто. Ну что ж, вот мы вот на этой крутой ноте, давайте будем завершаться, потому что мы, мне кажется, достаточно много покрылись всего, и мы с Егором встретились на конференции DevOps Conf Russia 2018. Да, собственно говоря, я думаю, через какое-то время обязательно поговорим еще раз про зерократия. А на этом замечательной ноте мы с вами прощаемся, уважаемые подслушатели. Пишите свои комментарии, и до скорой встречи с вами. Пейте кофе, пишите жалоб. Пока. 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 Спасибо.